На Псалом 96-й, на слова «Господь воцарился, дорадуется земля». Опять духовная лира блаженного Давида по действию Святого Духа извлекла для нас небесные звуки, не для усложнения слуха, но для наставления душ. Этой духовной лире свойственно освещать души. И вообще, всегда псалмопевение является торжеством для радующих, утешением для унывающих и некоторым святым заклинанием. Оно не похоже на те заклинания, какие представляются в баснословии, но оно укращает страсти, как диких зверей, обуздывает невоздержание, погашает несправедливость, поддерживает правду, не излагает хульные замыслы, убивает постыдные мысли, возвещает божественный закон, проповедует Бога, разъясняет веру, заграждает уста еретиков, созидает церковь. Многие различные предметы воспеваются этой святой лирой. Сегодня, например, блаженный Давид проповедует о Царстве Божием. Псалом 96.1 Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Вот что возвестило нам псалмопение во время предшествующего учения. Учением нужно считать, конечно, чтение божественных писаний, а то, что нами предлагается не учение, а изъяснение учения. А что и в псалмопении заключается учение, послушай, как сам пророк говорит, научу беззаконных путям твоим и нечестивые к тебе обратятся. Сначала научается сам, а потом учит. Как водохранилище, если бы не насытилось обильно водою, не могло бы доставлять влагу, саду и грядам. Так и пророк и апостол. Если божественная благодать не наделит его щедро божественными струями, ни сам не может иметь, ни другим не может дать. А что и пророк принимает на учение, послушай, как он сам становится в положении ученика, говоря так, «Пути твои, Господи, скажи мне и стезям твоим, научи меня». Благословен ты, Господи, научи меня оправданием твоим. Видишь, как он учится и учит. Никакая боголюбивая душа, если бы она не была научена Богом, не могла бы утвердиться в учении. В самом деле, что надежного может дать человеческий разум? А все, возвещаемое священным писанием, твердо и истинно. Разум то созидает, то разрушает. Мысль всякого человека колеблется между утверждением и отрицанием. Божественный же голос о всяком предмете высказывает самое определенное суждение. Поэтому Бог говорит и вещи подчиняются. И Его Слово является небесным мановением. И это неудивительно, если Бог повелевает и существующее подвергается изменениям, а несуществующее получает бытие. Итак, сегодня учит блаженный Давид и возвещает Царство Божие, говоря, «Господь воцарился, да радуется земля». Нужно исследовать самое это изречение. Что он хочет сказать, «Господь воцарился»? Кажется, он говорит не о том, кто только что вступил на Царство. Ведь никто не скажет о Царе Царствующем с давнего времени, что он воцарился. Потому что нельзя считать недавним приобретением того, что он имеет с давнего времени. Итак, что хотел сказать Давид словами «Господь воцарился»? Ведь если он всегда царствует, излишне говорить «воцарился». Тогда было бы сказано, кстати, «Господь воцарился», если бы он хотел воспеть воцарствование, только что начавшееся. Между тем, когда начинается Царство Божие? Разве недавно? Разве Бог когда-нибудь был Богом, не будучи царем? И как? У Бога нет ничего недавнего. Он не получает власть, не вступает на Царство. Но от века царь, от века, от века владыка, от века творец. Как говорит блаженный Моисей, «Господь царствует во веки и век века». Вещь ли же, блаженный Моисей, за много поколений раньше Давида возвестил о Царстве Божием, что хочет сказать блаженный Давид, говоря о древнем, как о недавнем, «Господь воцарился». Не ясно ли, что он разумеет здесь домостроительство Спасителя? В самом деле, Царство Спасителя двоякое. Одно вечное и безначальное, другое в конце веков, получающее начало домостроительства. И именно будучи царем, всегда он делается царем и по плоти, одно имея по природе, а другое получая по человеческому образу. Итак, воцарился наш Спаситель. Не напрасно, говорит он, Господь воцарился, но потому что прежде, чем воцарился Христос, в мире царствовали другие начала. Власть над созданием захватили незаконные властители, не по природному праву, но вследствие усилившегося беззакония. Царствовали в мире бесы, не обладая царским достоинством, но своей незаконной властью пользуясь как царской. Итак, провозглашая уничтожение незаконной власти демонов и домостроительства, воссиявшее с пришествием Спасителя, псалмопевец говорит, Господь воцарился, то есть воцарился, изгнав царство демонов и положив начало собственному, во плоти явившемуся и божественному домостроительству. Впрочем, из самих писаний нужно показать, что царствовало в мире до Христа, что? Слушай, что говорит Павел, царствовало смерть от Адама до Моисея и над несогрешившими. Значит, было царство смерти. И с другой стороны, грех, как говорит тот же апостол, и да не царствует грех в смертном вашем теле. Как грех воссорился через одного человека, так и благодать царствует через одного. Итак, апостол показал, что до Христа и грех царствовал, и смерть, и они были преемниками друг другу в качестве жестоких царей и незаконных властителей. Первым воссорился в мире грех, потом, по мере того, как совершал человек течение своей жизни, он предавался царству смерти, а царством смерти человек со своей стороны возвращался во власть греха. От насилия к насилию, от неприятеля к неприятелю, переходил в род человеческой в качестве добычи. Царствовал грех, после него преемственно воцарилась смерть, потому что, говорит, жалость смерти грех, а род человеческий оставался в угнетении. Итак, этим-то угнетаемыми жестокими властителями благовествует блаженный Давид пришествие царя. Как для притесняемых незаконным властителем весь о пришествии царя прогоняет уныние и печаль и оживляет радостные надежды, так и Давид утешает земли, погруженную в скорбь, попираемую, угнетаемую, притесняемую бесами, своими словами «Господь воцарился, да радуется земля». И когда Он воцарился, когда началось Его царство? По плоти Он начал царствовать, когда сделался человеком. Вечное же Его царство не имело начала и не будет иметь конца. Так было разъяснено нами это изречение и раньше. Здесь нужно напомнить об нем. Нельзя, конечно, требовать, чтобы проповедник только однажды пользовался известным изречением. Но если необходимо постоянно врачевать рану, греха, то необходимо ее возвращать к однажды сказанному. 685. Так как еретики возражают, что самое царство, которое имеет Спаситель, Он получил от Отца, и ничего не имеет по природе, но по благодати, то необходимо показать, каково данное Ему по плоти домостроительство, и каково по природе присуще Ему в силу Его предвечного достоинства царства. Спаситель был поставлен от Отца царем не неба и земли, то царство Он получил не в силу назначения. Был же Он возведен Богом в царисть по своему плотскому домостроительству. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Салом 2.6. Когда Он пришел в Иудею, когда предпринял плотское домостроительство, когда, будучи вечным Богом, явился на земле, тогда началось Его царство по преемству от Давида, потому что Он приобрел в себе не другое какое-нибудь царство, но то, которое утратил дом Давидов. Поэтому архангел Гавриил говорит Деве Марии, «Вот зачнешь в очреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Обрати особенное внимание на выражение евангелиста. Иисус еще не проповедал, еще не научил, а евангелист уже говорит «народ свой», чтобы ты знал, что не после его страданий народ стал его народом, что не в силу страданий своих он унаследовал народ, но имел свой народ, как владыка его еще до своих страданий, а страданиями своими приобрел себе Вселенскую Церковь, ибо Он спасет людей своих от грехов их, «и даст ему Господь, кому? Рожденному тобою по домостроительству воплощения, и даст ему Господь Бог престол, какой? Давида, отца его». Значит, Он получает не небесное царство, которое Он имел, но приобретает это именно похищенное демонами от дома Давидова царство, «и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и воцарится в доме Иакова вовеки, и царству его не будет конца». И если царство его вечно и не имеет конца, то что означает превратно толкуемые слова, когда предаст царство Богу и Отцу? Но я уже раньше сказал, что царством Писание называет не только царское достоинство, но самое народу, царем управляемое. «Как мог бы быть царь, если бы не было тех, над кем ему царствовать?» И так называется царством племя, народ, вселенная, подвластная царю. Как можно сказать царство персов, то есть страна персов, царство римлян, так и здесь называется царством то, что под властью царя, подвластный царю род человеческий. И что это истинно, послушай, как Писание называет царством подчиненный царю народ. Вот, когда блаженного Илью пророка искал царь Ахав, говорит его домостроитель, «Жив Господь, нет места, ни народа, куда не посылал бы господин мой царь искать тебя, и почти сожег царство его и не нашел». Вместо того, чтобы сказать, всех подданных его сожег, когда не нашел тебя, видишь, что царством называется не только достоинство царское, но и подчиненное царю народы. Таким образом, передает спаситель царство, то есть человечество, некогда подвластное греху, некогда подвластное смерти, чтобы, избавивши его от этого иго, приобрести вновь и представить его Богу и Отцу. Итак, что он поставлен царем над Сионом, что дал ему Бог престол Давида, Отца его, что в этом недавно приобретенном им царстве над домом Якова он царствует вовеки, все это непровержимо доказано из Священного Писания, а что он был царем и до плотского человечения, и до страдания, и что прежде чем получить царство Давида, Отца его по плоти, имеет вечный престол, об этом засвидетельствует Исаия, говоря, «И видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли храм». И затем, немного ниже, он говорит, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди людей с нечистыми устами, и я видел царя Господа Саваофа очами моими». Кого он видел? О ком сказал это? Спроси Евангелиста Иоанна, чтобы ничто не было тебе навязано силою, но все было засвидетельствовано истиной, основанной на человеческих суждениях, опровергается другими подобными же суждениями. А возвещенное от Духа Святого устами пророков и апостолов не имеет возражателей, а хотя бы явились оспаривающие, на деле одерживает победу. Итак, кого видел Исаия? «Видел я царя, Господа, Саваофа очами моими». Как видел? Сидящего на престоле высоком и превознесенном. И что было сказано ему? «И сказал Господь ко мне, «Иди и скажи людям сим, слухом услышите и не уразумеете, и глазами будете видеть, и не увидите, ибо грубело сердце людей их, и ушами своими с трудом слышат». 687. Что же говорит и евангелист Иоанн? Великое крыло богословия, истинный сын грома, озаривший подобно молнии дело спасения и разгремевший в богословии. Он говорит о спасителе. «Но помни о сказанном, чтобы не приводить напрасно многих слов, и чтобы множество речей не развлекло твоей мысли. Царя Господа, — говорит Исаия, — видел очами моими, и сказал ко мне, «Иди и скажи людям сим, слухом услышите и не уразумеете». А Ян говорит, «Столько знамений совершил Иисус, и не веровали в него иудеи, да сбудется слово Исаии пророка, который говорит, иди и скажи людям сим, слухом услышите и не уразумеете». И чтобы кто ни подумал, что он взял эти слова как подходящие, и что только самое выражение соответствовало в его мысли, а тот, кого видел пророк на высоком престоле, не был сын, евангелист прибавляет, «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Иоанна 12, 41. «Какую славу?» «Видел Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном». «Кого видел?» «Царя Господа Саваофа видели очи мои». «Какого царя?» «Того, о котором Нафанаил провозгласил. «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Удивительно то, что голос Нафанаила, как помнит слушающий с усердием и внимательностью, мы нашли согласным с пророчеством Исаия, говорящим, «Так говорит Господь Бог царь Израилев». Тот же пророк в другом месте говорит, «Так говорит Господь Бог царь Израилев, избавляющий его Бог вечный». Исаия 44, 24. Помнит, конечно, и то, что искупитель, и в чем состояло искупление, и как оно дано, и что выкупом послужили тело и кровь, избавляющий его. Так как искупитель, казалось, недавно явился, согласно своему домостроительству, то, чтобы люди, обращая внимание, только на плотское явление, не остались, в неведении его божественного достоинства, пророк говорит, «Избавляющий его Бог вечный». Вечен, конечно, Отец, вечен Сын, вечен Дух Святый. Не может ли Иеретик сказать «три вечных»? Вечен, сказал он, Отец, вечен Сын, вечен Дух. Не три природы вечные, но одна природа вечная. В единой Троице являемая. Послушай, что говорит блаженный Исаия. Бог великий, вечный Бог, устроивший концы земли. 40, 28. Кто устроил? Если Иеретик хочет уклониться от учения о Сыне, как Боге, он отвечает, «Это сказано об Отце», забывая при этом собственные слова, ведь он говорит, что Отец сотворил только Сына, а все остальное сотворил Сын. Если Сын есть Творец всего, то и горы земли сотворил Он же, а сотворивший горы земли есть Бог великий, вечный. Но чтобы еще яснее обличить их невежество, я приведу свидетелей, блаженного Павла, который называет Сына Великим Богом. Он есть Великий Бог, так как Сын Великого Отца, каков родивший, таков и рожденный. Если мал родивший, мал и плод этого корня. Если же Велик Отец, то Великий Сын. Великого Отца Сын не может быть малым. Пит 2.11. И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечистые и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Об этом и Давид говорит, «Велик Господь наш и велика крепость Его». Так как Христос есть Божия сила, а по-еврейски крепость и сила одно и то же, так как Велик Бог и Велик Христос, что видно из слов «Бог Великий Вечный» и «Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», то то же самое воспевается Ему другими словами «Великий Господь наш и велика крепость Его». «Велик Господь наш». Что же, разве Господь наш одно, а крепость Его другое? Нет. Но так как крепость есть то же, что сила, а Христос есть сила Божия, то это значит Велик Господь наш и Велик Христос. Итак, вот ты имеешь Великого Вечного Бога и Бога Сына Великого Вечного Бога. Этот Бог Великий Вечный, явившись людям, принимает плоть, уготованную Духом Святым, ибо родившаяся в ней от Духа Святого. Итак, Дух принимал участие в его происхождении? Да. Дух Святый устроил Храм Бога Слова в той Святой и Великой Деве, и он явился, получив тело от Девы, зачатое от Святого Духа Божественные силы невидимо и необъяснимо. Затем откуда видно, что Дух Святой Вечен? Послушай, что говорит блаженный Павел. Если кровь козлов и тельцов и пепел телицей через окропление делает совершенными оскверненных, дабы чисто было, то есть жертву, приносимой по закону Моисееву, так как некогда употреблялось окропление кровью, и это составляло некоторое и таинство, причем видимость была одна, а таинственное значение иное. Пожелая этим чувственным искуплением объяснить духовное соединение с истинной молитвой, апостол говорит, если кровь козлов и тельцов и пепел телицы, оскверненных освящает от плоской нечистоты, то кольми паче кровь Господа нашего Иисуса Христа, который Духом Вечным себя принес Богу. Евреям 9.13. Что значит Духом Вечным? Дух Святый является как бы наставником для плоти Спасителя, не в том смысле, что Бог Слово бессилен управлять своей плотью, но в том, что Духу Святому приписывается то, что делал Бог Слово. Кто изгонял бесов? Не Бог ли Слово? Но однако Бог Слово говорит, если я силой Духа Божия изгоняю свои дела, Он приписывает Духу, так как природа их едина и сила неразделима. Что Его Святое Тело как бы водилось и руководилось силой Святого Духа, об этом свидетельствует Писание так. Был же, когда Иисус выходил из воды Иордана, явился Дух. Что значит был видим? Значит, плоть Его была наставляема, веден был Духом в пустыню. Так мы по подражанию Спасителя водимся, как говорит Павел. Если Духом Божиим водимы, то мы не под законом. Галатам 5.18 Поэтому Спаситель называет себя источником жизни, а Духа Святого водой живой. Видишь, как Он подтверждает неразделимость существа. Говорит Спаситель, кто жаждет, иди ко мне и пей, верующий в Меня, как сказано в Писании. У того еще рево потекут, реки воды живой, и тотчас прибавляет, текущий в жизнь вечную. Поясняет, что такое эта вода живая. Это сказал о Духе, которого должны были принять верующие. 6.89 Будьте внимательны. Если Дух Святой есть вода живая, и его принимают верующие, почему ты сказал, кто жаждет, иди ко мне, а не сказал, кто жаждет, да придет к Духу Святому? 7.89 Конечно, и говоря ко мне, он сказал истину, потому что один источник того и другого. Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем узрин свет. Но так как Спаситель назвал Духа Святого водой живою, то почему Он говорит о воде, как живой? 8.89 Чтобы ты узнал, что Он из источника Божия. Вода живая – Дух, источник воды живой. 9.89 Бог, чтобы ты, когда узнаешь источник, понял, откуда вода живая. 10.89 Реки потекут из шрева воды живой, и сказал Он о Духе, которого должны были принять, имели принять верующие. 11.89 Если Дух есть вода живая, поищем же его источник. 12.89 Какой это источник? Пусть говорит Иеремия. 12.89 Уже снизь небо всем, и вострепещи земля, говорит Господь. 12.89 Два зла сделал народ, но меня, источник воды живой, оставили. Иеремия 2.12 Видишь, что источник воды – Бог, а вода живая – Святой Дух. 13.89 Источник воды – живой Отец, а река из земли исходящая – Сын. 14.89 Вода этой реки – Дух Святой. Меня оставили источник воды живой. Пусть то же самое скажет о Сыне и пророк Исаия. 14.89 И явится Господь, как река, славная земле жаждущей. 15.89 Видишь источник. 16.89 Видишь реку, видишь воду живую. 16.89 И как ты не можешь назвать источник в его основании рекой, ни реку, с другой стороны выходящую из него, не можешь назвать источником, ни воду, отделившись от реки и орошающей земли, не называешь рекой, но водой орошения. И при том название различается, а природа неделима. Итак, опять повторю то же самое, как ни источник в его начале ты не называешь рекою, ни источник, разлившийся в реку, не назовешь уже источником, но истечением того источника. 16.89 Далее, речная вода после того, как она пошла на орошение, не называется рекой, но водой орошение. И во всех этих случаях имена распадаются, а природа не делится. Так и отца нельзя назвать сыном не сына отцом, чтобы не впасть в мнение Савельева. Конечно, различие имен не разделяет природы, хотя еретики хотят из различия имен вывести различия природы. А ты, когда рассматриваешь эти образы, употребляемые для уяснения троицы, путем сравнения, не увлекайся ими слишком, потому что ничто видимое не может достаточной ясностью представить невидимого. Они хороши уже тем, что не содержат в себе ничего неприличного и указывают для сравнения славное. Но, конечно, то, что река образуется из источника путем истечения, не значит, что и отец родил сына по способу истечения. И это я сказал, основываясь на Писании. Никто, конечно, не дерзнет самого себя выставлять заслуживающим веры. Если бы я не слышал, что говорит отец, меня источник воды живой оставили. Если бы не слышал слов Господа, потекут реки, воды живой из шрева, все сказал о духе, которого имели принять верующие, я не осмелился бы своей смертной человеческой мыслью измышлять новое о бессмертной природе. Но перейдем к более ясному доказательству. И пусть никто не считает этого наставления излишним. И именно тогда, когда благодать была особенно близкой, после того, как вода живая уже обнаружила свое действие, евангелист в пояснениях к водам прибавил воду духа. Об этом нужно говорить, чтобы и приходящие научились к такому дару, как они приближаются. И уже удостоившиеся дара, а в не получивших его еще, возбудилось желание получить. Вода святая и живая с необходимостью приходит, когда она проповедуется словом и почитается верою. Господь наш Иисус Христос называет живой водой Святого Духа, когда говорит самарянке, если бы ты знала дар Божий и кто говорит с тобой, дай мне пить, сама бы просила у него, он дал бы тебе воду живую. Об этой воде говорят и пророки Захария, Иезекииль, постарайся вникнуть. Говорит Спаситель Никодиму, старейшина иудейскому, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Тот, как иудей, закореневший в иудейских взглядах, не в состоянии, будучи возвыситься своей мысль над плотским, говорит Спаситель, услышав о возрождении, как может это быть? Как человек, будучи стар, может родиться снова или в утробу матери своей войти и родиться? Слыша о духовном, он представлял себе чувственное. Говорит ему Спаситель, всякие рожденные от плоти есть плоть. Я говорю не о плоти или о плотском возрождении, рожденное от духа есть дух. Потом упрекает его, если ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Видишь, какая вина быть учителем и бездействовать, не исследовать в Писании. Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Но хотя он и был учителем Израилевым, откуда он мог знать, что ты проповедуешь новое таинство и небесный дар? Никто до ныне не проповедовал такого крещения бессмертия. Да, говорит, но пророки предвозвестили. Разве ты не читал пророков? Не священник ли ты, не учитель ли? Разве ты не слышал о воде и духе от пророков? Что нового сказал я сравнительно с пророками? Если кто не родится от воды и духа, но это еще Изекииль говорит, и будет в последние дни, говорит Господь Бог, возьму вас и окроплю на вас чистую воду, и дух мой дам вам. Вот вода и дух. Если кто не родится от воды и духа, окроплю на него чистую воду и дам вам дух новый. Изекииля 36.23 6.91 Столь же ясно говорит блаженный Изекииль, описывая имеющее быть возрождение, и была на мне рука Господня, и вывел меня Господь к дверям храма. И вот течет вода на восток, ибо храм стоял на восток. 47.1. Везде на восток, так как оттуда источник спасения. Как там шла слава его по пути на восток, 43.2. Так оттуда шла и вода. И вот, говорит, вода выходила из-под порога храма и текла на восток. И вода и зашла, и все видения человека, и верю в руке его. И вот, вышел муж. Видел воду, видел и человека. И вывел меня Господь ко вратам, зрящим на восток. И вот вода исходила из-под порога. И не напрасно это, из-под порога. Ничто не покрыто, все обнажено, чисто, прозрачно, исполнено света. Из непокровенного от страны весные на восток. И вот, выход мужа. Не иное, что было, как выход мужа. Вместе с водой пришел человек, и было таинство. Одно предзнаменовано домостроительство спасителя, а другое действие духа. Вода и муж. Домостроительство воплощений действия духа. И шнур в руке его. Какая мера? Мера дара. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. И шнур в руке его. Прошу вас вникнуть, чтобы увидеть надежду бессмертия, возвещенную свыше. И вот вода выходила. И мера в руке мужа. Какая мера? Благодать и мера дара. И измерь в воде тысячу. Что значит тысячу? Не сказал локтей, но просто тысячу. А одно говорит, а другое скрывает. Измерь тысячу. И измерил меры, которые сказаны. И вот преде водою в водоставлении. Какую водоставление он перешел водой? Так как в крещении есть и чувственная вода, и духовная, то он прошел чувствственной водой водоставления. То есть через чувствственную воду он пришел к духу, имеющему оставление грехов. И прошел водою воду оставления, где дух там оставления грехов, как и Спаситель говорит Дунув, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся. Потом пророк или лучший бог через пророка, желая показать, как таинство крещения начинает с немногих, распространяя и же имеет обнять мир, начинает с Палестины через 12 апостолов, затем наполнила Палестину, наполнила Сирию, перешла на восток, обняла западные страны, достигла самого запада. Это именно желая показать, как постепенно будет распространять опознание таинства. Бог говорит через пророка. И шнур в руке его измерил тысячу и прошел водою воду оставления. И еще измерил тысячу, и вот вода до чресу распространялась понемногу. Сначала вода, потом вода глубокая, поднявшаяся до бедра. Измерил другую тысячу и не мог уже перейти, потому что прибыла вода. И выходила вода, и река великая. Сначала вода, потом до бедра, потом река. И измерил троекратно тысячу, тысячу, тысячу. Число до тысячи, что указывает на совершенство в призывании Отца, и в призывании Сына, и в призывании Святого Духа. Измерил тысячу и перешел через воду воду оставления. Еще намерил тысячу, и вот вода до чресу. Измерил третью тысячу, когда полнота знания, тогда положена третья мера. Притом одна мера, но она полагается три. Это значит, что в Отце, Сыне и Святом Духе едино божество, едино сила, едино власть, проповедуемая на трех именах. И вода, говорит, пребывала, как поток затопляющий. Что значит, как поток? Таково действие Святого Духа. Потоком называют обилие даров, потому что река, постоянно текущая, имеет плавное течение, а поток, стремительно вздувающийся, несет обильные воды и все увлекает на своем пути. Итак, человеколюбивый Бог, желая показать, что дар благодати будет водой оставления для верующих, водой же потопления для неверующих и водой смывающей заблуждения и господства демонов и злобу дьявола, говорит, вышел, как поток наводнения. Какой поток? Слушай, что говорит Бог через Исаю. Вот, уклоняю на них, как реку, как поток наводнения. Исая 66, 12. Река для верующих, поток для противящихся. И вышла, как поток для противящихся, и сделалась потоком потопляющим та вода. Смотри, как объясняется дар. Какое имеет действие эта вода, пророк говорит, и вышла вода. И вот на береге речном деревья многие всюду, и вода исцеляющая. Из Икииля 47, 7. Почему вода исцеляющая? Потому что она приносит здоровье. Вот ты здрав. Смотри, не греши более, чтобы не случилось чего хуже. И вот на береге речном дерева всюду, и всякая душу, в которую придет вода, исцелит. И будут там рыбы многие в реке. Из Икииля 47, 9. Какие рыбы? Многие народы. Грядите за мною, и сделай вас ловцами человеков. И вот рыбы многие в реке, как рыбы морские. Это значит, пришествие Христа соберет все народы вселенной, подобно рыбам в Великом море. Сколько имел мир? Столько получила церковь. И великое дерево зайдет, опять возвращаясь к словам пророка, на береги реки, по обе стороны, и оживотворит воды, и сделает здоровыми, и не оскудеет плод дерев. Когда проповедуется Христос, вносится светильник. Обыкновенные пророки возжигают светильник Христу. Как говорит, например, Давид, уготовил светильник, помазанному моему. Псалом 131, 17. Чувственный светильник отвлек наше внимание, но ты обрати светильник на то, о чем сейчас говорится. И на береге речном деревьям ноги, и плод тех деревьев не схудевает от новости своей. Не старых деревьев был плод, а новых. Новые, говорит, деревья, новые плоды. Совлекитесь ветхого человека, облекитесь в нового, по образу сотворившего. Колоссинам 3, 9, 6, 93. Видишь, как предвозвещена благодать. Видишь, как справедливо упрекал Господь Никодима. Ты есть учитель Израилев и сего ли не знаешь. Свидетельствует об этом и Захария, не Захария, отец Иоанна. Иоанна, обитавшего в пустыне, но украсившего Палестину и увенчавшего наш город. Иоанну прилично после смерти взывать и из гроба прославлять, потому что если в очреве взыграв, он проповедовал владыку, то и во гробе взыграет святыми костями, и скажет все кости мои, и скажет Господи, Господи, кто подобен Тебе? Псалом 34, 10. И так говорит блаженный Захария, и будет в последние дни всякое место отверстия дому Давидову. Захария 13, 1. Дом Давидовом называется родство Давидова, так как Иосиф, обручник Марии, был из дома Давидова, обрученный мужу именем Иосифа, а дому и отечества Давидова. С пришествием Спасителя всякое место открыто, восток, запад, юг, север. И будет в последние дни всякое место откроется дому Давидову, и выйдет вода живая из Иерусалима. Какая живая вода? Реки из шрева истекут воды живой, и выйдет вода живая из Иерусалима. Откуда выйдет? Выйдет слово из Иерусалима. Откуда Христос? Из Сиона. Вода живая из Иерусалима. Почему же из Иерусалима? Потому что оттуда началось явление Духа. Потому что в Иерусалиме апостолы получили Святого Духа, и оттуда апостолы пронесли его во все концы земли. Потекут воды живые из Иерусалима. Половина к морю западному, и половина к морю восточному. Захария 14.8. Что значит в море западное, и что в море восточное? Разве загадки заключает в себе Писание? Нет, оно проповедует истину, объясняет таинство, открывает силы. Выйдет вода живая. Заметь обстоятельства достойное удивления. Не говорит река, но сначала вода, потому что всегда благодать начинается с малого, а потом возрастает в великое. Выйдет вода, живая из Иерусалима, половина в море восточное, половина в море западное. Морем первым называют населенные прежде других пределы вселенной, к востоку, потому что здесь первоначально просветал род Адамов, и уже отсюда распространился на запад и наполнил вселенную. Итак, первым морем называют пророк первоначально населенные страны земли, а морем последним, следовательно, пределы запада. И восток наполнился благодатью, и запад украсился. Итак, подумай об этом таинстве, которое осмеивает еретики, оскорбляя святого духа и владычную силу стесняя рабским порядком. Будем избегать злобы, будем избегать еретического хуления, будем избегать привычки к дурным делам. Добрые дела – свидетельство веры. Человеколюбие – свидетельство веры. Будь милосерден к бедным, сделай добро и пользуйся сам. Ведь ты не можешь сжать того, чего не сеял. Как скажешь Богу, прости меня? Как будешь просить то, чего не давал? Как возьмешь то, чего не делал? Вспомни, хотя свои слова во время нужды. Когда ты был беден, ты отвечал на просьбы нищих. Я хотел бы иметь и давать. Когда ты был беден, ты говорил, кто даст мне, и я отдам. Я хотел бы давать. Бог видит мою готовность. Но вот Бог, часто разоблачающий такие мысли и обличающий их самым делом, дает такому человеку богатство. И он уже не осуждает теперь себя, но забывает свои прежние слова. Но ведь каждый осуждается на основании своих слов. Пока мы не судьи, мы говорим. Если бы я был судьей, я сделал бы то-то. Если бы я был судьей, я устроил бы так. Если бы я был судьей, я приказывал бы то-то и то-то. Вот ты пришел в судилище. Исполни же свои обещания. Пока ты был беден, ты обещал милость, ты не обещал правосудие. Оправдай теперь свои обещания делами. Но относительно смирения люди бывают подобны кузнечикам. Зимой кузнечик в окоченении не может двинуться. Он цепенеет от холода. И потому смирен, легко может быть пойман и взят руками. Отогревший же немного на солнце, он спархивает. И в состоянии сидеть по-прежнему на месте. Не в состоянии. И носится в воздухе. Так и человек. Среди скорбей отличается смирением, благочестием, кротостью, добротой. Но приходит про счастье, и человек является во всей ноготе. Поэтому и говорит Писание. Иудеям, благочестивым в несчастьях и нечестивым в благополучии. Наум 3.16. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои как саранча, и военачальники твои как краи мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен. И когда взойдет солнце, то разлетается. И не узнаешь места, где они были. Народ он называет сбродом. Он как саранча, как кузнечик. Всполнивший на ограду в холодный день. Обогрело солнце, и он улетел. Не осталось от него и следа. То есть он забыл о своем смирении. Так и мы в бедности, мы смиренные, обогатимся и забудем. Перед лицом смерти мы любомудрствуем. И когда проносится мимо покойник, всякий дает человеческим делам правильную оценку, говоря, все приходящее, и мы ничто. Пока несчастье перед глазами, всякий готов исправиться. Но миновало устрашающее зрелище, и он тотчас забывает о своем решении. Поэтому и говорит Писание. Во всех словах твоих помни о дне смерти, и вовек не согрешишь. Сераха 7.39 Помни о конце своем, и ты не будешь грешить. Помни всегда о смерти, и твоя мысль не будет испытывать колебаний. О, если бы и нам, братья, во всех обстоятельствах оставаться верными Богу, которому подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.